Почти приехали, практически край мира. Вот здесь заканчивается дорога, дальше по полям, километра 3-4 по полям. У меня за спиной указатель на Красивский психоневрологический интернат, или как в свое время его здесь называли, инвалидный дом. Само здание ему намного больше 100 лет. Это бывшее поместье Барина. Барина, ну вот этих земель, я так понимаю, Красивки, ближайшая деревня Репная, Бортная и так далее. Короче, где-то в 20-е, в начале 20-х, может быть даже раньше, в конце 10-х годов отжали, основную массу зданий сломали. То есть русский народ, он всегда этим отличался, он рушил все, как греческие рабы. Но вроде как сам барин сказал, что на кой черт вы все ломаете, вам же остается, то есть я сматываюсь, вам остается. И вот поместье, собственно, основное здание ломать не стали, там сделали инвалидный дом. Там в свое время доживали участники Первой мировой войны, уже старые участники. Дальше туда стали ссылать, как сейчас я понимаю, лишних людей. Он психоневрологически считается, но вот если туда приехать, люди обычные. То есть они сидят, ждут непонятно кого, непонятно чего. Никакой охраны, то есть уйти оттуда, оттуда просто можно выйти. Это не режимный объект. Поэтому, судя по всему, это люди, которые оказались не у дел. Но так как общество сейчас лукавое, и допустим, то, что делал Гитлер, он уничтожал лишних людей, сейчас общество не делает, оно их просто высылает. Высылает вот куда-нибудь с глаз долой, в жопу мира, куда мы сейчас и поедем. Ну что, знаете, чем это интересно место? Здесь перестает чувствуется трагизм. То есть вот, допустим, если живешь в каком-то городе, в Москве, или там, ну, хотя бы крупном городе, смотришь, медицины нет, она через жоповщина какая-то. Думаешь, раз человек помирает, не знаю, там, начинает болеть, помирает, и думаешь, сволочи, ведь можно же было вылечить, можно же было продлить жизнь, по крайней мере, лет 10. А здесь уже, понимаете, тут какая-нибудь бабушка доживает, если ей сказать там, не знаю, какая здесь медицинская помощь, уровень. Она скажет, соколик. Здесь уже люди живут в каменном веке, здесь все. Поэтому здесь, ну, сколько проживет, столько проживет. Здесь понятие, там, помощь, какое-то социальное обслуживание, социальное обеспечение. Здесь такими словами даже не ругаются. Поэтому как-то проще уже, все, нет трагизма. Рождается человек, живет сколько-то на земле, помирает. Ну, вон там, правда, сейчас ехали, указатели, все нормально, единый день голосования, 9 сентября. Я не знаю, может быть, их и обходят, голосовать заставляют. Ну, вот он проголосует там раз в 5 лет и все, и дальше живет в своем каменном веке. Поэтому действительно уходит трагизм. Все. Здесь уже нету вот этой завязки, здесь не врут. То есть, если в обычных городах вам врут, что вот есть медицина, на самом деле ее нет, здесь не врут. Здесь слова такого не знают. Ну что, поехали. Вот, собственно, территория инвалидного дома. О-о-о-о. Ой, блин, сюда дороги нету. Ну, это каким-то образом доставили. О, собаку спугнули. Собака контейнер копала. Хе-хе-хе-хе. Покопать не дали. Вон там, за кустами, как раз бывшее поместье и есть. Так, а где собака-то? Вон она пошла. Ну ладно. Вон она, поместье. Там даже на крыше написано, черн, красивка. Ну, понятно, она уже облицована, конечно. Его чинили, наверное, пару раз за последние 120 лет. Вот так. Ну вот, в одном из первых сюжетов на первом циничном канале, если не в самом первом, если не с этого канала начался, я рассказывал вот про это место, про это кладбище. Ну, собственно, и про инвалидный дом. Сейчас этот сюжет на любопытном канале, скорее всего, выложен. Если не ошибаюсь, называется многодетный Чайлдфри. Я как раз и говорил, что люди, у которых вроде бы есть и семьи, и дети, и родственники, они оказываются вот здесь. Ну, а в конечном счете вот здесь, на этом кладбище. Последний раз я здесь был, наверное, года полтора назад. Сейчас приехал. Друзья, сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Вот реально, Иоганн в шоке, как килька в томатном соусе. Вдвое примерно увеличилось. Там постояльцев в этом инвалидном доме, ну, я не знаю сколько, но я думаю, что человек 10-20, максимум 30. Вот это кладбище, оно растет просто, ну, это жесть. Сейчас немножко пройдемся. Как видите, кресты в основном казенные все. То есть только кто-то вот оградки устанавливает. Это, видимо, ну, не знаю, может быть, получив там трехкомнатную квартиру в наследство, все-таки они решили оградку установить тому, кого слили в инвалидный дом. Ну, в основном, как бы, не раскошеливаются родня. Вот обычные такие стандартные, видимо, бюджетные кресты. Ну, действительно, кладбище увеличилось вдвое. Вот у меня сейчас мысли крутятся, поскольку там живет средний постоялец. И заметьте, это не детки-бабки. Это вполне люди в нормальном возрасте. Это мужчины, женщины. Ну, такого среднего возраста. И даже и молодого есть, и по 20 лет. Они не больны, ничего. Ну, вот. За полтора года кладбище увеличивается вдвое. При том, что я говорю, что, ну, тут больше, чем людей там находится в данный момент. Тут больше захоронено. Какая там, не хочу говорить, пропускная способность, ротация кадров, скажем так. Жесть. На самом деле, жесть. Смех смехом, но реально жесть. Посмотрим. Ну, что ж. Вот просто для примера. Годы рождения. 75-й, 2008-й, 52-й, 2005-й, 60-й, 2005-й. Подряд иду. 58-й, 2004-й, 52-й, 2004-й, 56-й, 2004-й, 58-й, 2004-й. А вот так иногда от человека остаётся. 53-й, 2005-й. Я для чего года показываю? О, 42-й. 42-й. Тоже иногда и вот так бывает. Я для чего это показываю? Ну, собственно, вот свежее захоронение. Забавно. Не могу другое слово подобрать. Забавно. Вот это всё выглядит, допустим, в свете повышения пенсионного возраста. Вот посчитайте, сколько им лет, этим людям. И сколько бы по новым правилам они успели пополучать пенсии. Но эти-то получали. Эти... Ну, как сказать, они инвалиды, скорее всего, были. 51-й, 2006-й. 87-й, 2007-й. Что, 20 лет? 20 лет. Уже здесь. Следующий. 87-й, 2007-й. С интервалом в один день померли. 28-й августа. А, нет, родились в один день. Так это братья, скорее всего. Не туда смотрел. Ну, короче, в один день разница. А, и умерли в один день. Обалдеть, слушайте, обалдеть. Родились 1-й, 28-го августа, 87-го года. Это 29-го. Умерли 16-го. 16-го. Февраля 2007-го. Вот так. Вот сколько здесь примерно люди и задерживаются. В этом инвалидном доме. В этой стране. Вот она, русская жизнь. Она же русская смерть. Что, в принципе, одно и то же. Вот так там. Еще одна зарисовка сельской жизни. Вот оно, типичное сельское кладбище. Это как раз, ну, можно сказать, старая часть кладбища деревни Красивка. На новой хоронят инвалидов. А вот здесь хоронили население местное до тех пор, пока оно было. Вот здесь два креста ближний мой прадед, дальний прабабка. Вот под этим камнем, вот под этим, примерно 95% мой прапрадед. Вот здесь камень есть. Плохо его сейчас видно, но тем не менее, он есть. С небольшой вероятностью там может быть прапрапрадед. Прапрадеда я знаю по имени и отчеству. Прапрапрадеда по имени только лишь. Вот здесь тоже, так или иначе, мои дальние родственники. А теперь, друзья мои, собственно, для чего я все это показываю. Смотрите, видите пустые места? Вот могила чья-то. Дальше пустые места. Дальше вот эти деревья. И вон там. Там я сейчас несколько деревьев завалил, хочу расчистить рано или поздно. За деревьями, там вот если присмотритесь, тоже видны захоронения. Так вот, почему так? Почему пустые места и могила как-то там в шахматном порядке? Как угодно. Думаете ли вы, что деревенские были сумасшедшими и хранили людей в шахматном порядке? Земли у них было настолько много, что они хранили их на расстоянии там 5-7 метров друг от друга. Нет, друзья, хранили их обычно. Вот такими рядами. Как на обычном кладбище. Вот могилы идут. Вот здесь вот кирпичами выложены. Видно на камеру, не видно. Вот одна, вот вторая. Ну и соответственно вот более старое захоронение. Все остальное это могилы утерянные, заброшенные. Годы захоронения, вот это конец 70-х, начало 80-х. Вот это конец 90-х, 99-й. Все. Все затеряно, ничего никому не нужно. Поэтому, когда вы кто-то там в комментариях пишет, что продолжу себя в детях, детей не иметь, это ужас, в детях мы продолжаем себя в вечности. Вот, реальное продолжение в вечности. Это не московское кладбище, где участок земли стоит баснословно дорого, и поэтому его никогда не бросят, хотя бы из этих соображений. Это вот люди, у которых скорее всего в основной массе были дети. Я очень много семей знаю, которые дети не знают даже деда-бабку, как зовут, если не застали их живыми. Прадеда-пробабку крайне редкость. Прапрадеда практически, ну, встречал, но не так много. Как правило, это уже какие-то были семьи с родословными. Не как у меня, крестьяне. Это были семьи либо дворянские, либо священнические. Там, да, там родословную ведут и больше. Вот и все, вот и все продолжение. Нет никакого продолжения. Детям плевать. Вон тот бурьян, куда сейчас мусор сваливают, вот отсюда скошенный, это все захоронение. Вот вся эта пустая земля, вот туда. Ну, к сожалению, я думаю, что покойники меня простят. Мы сейчас по могилам ходим. Точнее я. Вот эти вот пустые, это все кладбище. Тут, если лопатой потыкать, я в свое время ходил, тыкал, постоянно на надгробие попадаешь. Это люди, которые захоронены, ну, вот, начиная там с конца 70-х и кончая уже практически нулевыми годами. Их хоронят и забывают. Их наследство кому-то досталось. Когда-то они вложились в детей. Это были еще традиционные семьи. Это еще был не матриархат там какой-то, не сумасшествие вот это потребительское. Это были советские традиционные семьи. Вот она, друзья мои, правда. Заканчивается день. Программу выполнил полностью. Съездил из Москвы в Новомосковск за дефицитным лекарством. Раньше наоборот. В Москву ехали за всем абсолютно, за всем отовсюду. Даже присказка была, что длинная зеленая колбасой пахнет. Электричка из Москвы едет. Все деревни ближайшие, даже города и стулы ездили в Москву закупаться. Не знаю, ну, разве что за колбасой не ездили. По крайней мере, какую-то вещь ездили в Москву покупать. Сейчас, наоборот, из Москвы в Новомосковск. Но это ладно. Сюда приехал. Сначала в Тулу вернулся, потом сюда, через Черн. То есть уже, наверное, километров 400 накатался. Здесь деревья на кладбище порубил. Вроде бы все откатал. Хотел еще покопать, но, наверное, не успею с металлоискателем. Наверное, уже все, вон, солнце садится. А вообще, друзья, советую, советую выбираться, ну, и в такие места, и на малую родину. Не знаю, мне здесь что-то чувствуется. Чувствовалось бы, если бы я не знал, что здесь вот жили мои предки. То есть, если бы я здесь проехал первый раз, и мы бы сказали, что, ну как, ничем не примечательное место. Может, и не почувствовал бы. Может быть, это действительно там самонакручивание. Но, тем не менее, вот на данный момент чувствуется. Чувствуется, что земля какая-то для меня лично необычная. А вообще, просто место хорошее. Тишина, здесь глушь. Здесь вот буквально несколько домов. Может быть, они попали в кадр, когда инвалидный дом снимал. Это персонал живет, кто работает в инвалидном доме. И все. Здесь вот эти холмы, здесь деревни были. Здесь люди жили, деревни были большие, там по 50, по 100 домов. Здесь ничего не осталось практически. То есть, есть места, ну, там вот несколько домов осталось. А есть места, мне рассказывали, что пройдешь по полю или там уже где-то лес, ничего не поймешь. Ничего это место никак не выделяет. Это, грубо говоря, была центральная улица какой-то деревни. Ничего не осталось. Ни людей, ни домов, ни даже... Ну, может, если копать, фундамент остался. Тишина. В городе такой тишины нет. Вон там где-то коровы орет периодически. Поэтому все-таки какая-то жизнь еще осталась. Но, в принципе, вот здесь побыть, подумать, красота. Сейчас еще 300 километров домой махать. Ровно отсюда 300 километров до Москвы. Но все равно так вот стоит. Стоит поменять на офисный день. Взять какой-нибудь день максимально нагруженный, за который вас максимально будет ругать начальство за прогул этого дня. И менять. Менять не глядя. Менде не глядя. Субтитры сделал DimaTorzok